В США началась крупнейшая в современной истории забастовка рабочих автомобильных заводов. Профсоюзы, представляющие интересы 146 тысяч рабочих, одновременно остановили производство на предприятиях всех трех американских автогигантов GM, Ford и Stensys Chrysler. Они требуют повысить зарплаты сразу на 36% из-за высокой инфляции. К тому же рабочие опасаются внедрения искусственного интеллекта, который их может заменить. Это позор. Мы должны быть прямо сейчас здесь и бороться за будущее наших сотрудников. Мы не просим стать миллионерами, мы не просим присоединиться к классу миллиардеров. Мы просим справедливой доли плодов нашего общего труда. Компании заработали четверть триллиона долларов прибыли. Уровень общества, в котором цены на автомобили выросли на 30% за последние 4 года. Зарплаты генеральных директоров взлетели до небес. Они выросли на 40% минимум. Они уже миллионеры. Нашим работникам повысили зарплату на 6%, а инфляция выросла на 19%. В итоге нам просто всем меньше стали платить за нашу работу. Возмущены они и многомиллиардными субсидиями Белого дома из кармана налогоплательщиков на производство электромобилей, которые рискуют просто добить многие заводы по производству машин с двигателем внутреннего сгорания. С сегодняшнего дня профсоюзы фактически парализовали все автомобильное производство Северной Америки. И это только начало, ведь к ним грозит присоединяться почтальоны, также курьеры Amazon, FedEx, что может вернуть всю страну еще и в логистический кризис. Момент для масштабных забастовок оказался очень неудобным, как всегда, ведь инфляция в США опять начала расти до 3,7%. Виной всему продовольственная инфляция и взлет цен на топливо. Теперь же может начаться и резкий рост цен на автомобили из-за перебоев с производством. Команда Байдена до последнего момента пыталась как-то договориться с профсоюзами, но безуспешно. Зато на этом фоне активничает Трамп, поддержав бастующих рабочих, за чьи голоса он надеется побороться. И Трамп хочет посильнее раскачать ситуацию в стране ближе к выборам, хотя с этим уже вполне успешно справляется и сам Байден с инфляцией, энергокризисом, забастовками и открытыми границами.